Хорошо, меня зовут Алина Грей, это проект «Медицин для всех» и в гостях у нас сегодня Жуков Юрий Владимирович, заведующий хирургического отделения онкологического центра нашего города. Здравствуйте, добро пожаловать! Здравствуйте! Все правильно? Нигде не ошиблась в должности, в имени, фамилии? Нет, нет, все правильно. Как вас эта осень радует? Да, очень, золотая осень. Да, у меня ощущение, видели фильм «Осень в Нью-Йорке», да? Вот такая листва, сухая солнечная погода и, конечно, вот мне кажется даже грустить благородно под такую погоду, но мы постараемся не грустить, потому что жизнь нужно ценить здесь и сейчас, и мне кажется, вот вы как раз человек, который придает особенное значение этим словам, потому что ежедневно вам приходится спасать жизни людей. И профессия, ну, не самая простая, психологически и физически, но благородная, за что вам огромное спасибо. Спасибо. На данный момент в столице у нас проходит скрининг на диагностику и профилактику онкологии молочной железы, правильно? Ну, не только у нас в городе, это государственная программа скрининга по раку молочной железы, которая охватывает всю страну и имеет цель раннее выявление онкологических заболеваний. То есть это бесплатная диагностика? Да, разумеется, это бесплатная диагностика и надо сказать, что цель этого скрининга выявление не только рака молочной железы, но и предопухольных заболеваний, которые перспективы могут перерождаться, злокачественные процессы. Это тоже очень важный момент. То есть, например, если есть доброкачественная опухоль у человека в груди, допустим, да, то уже врач консультирует, обязательно ее оперировать или нет. То есть не всегда же есть показания, да? Нет, конечно, зависит. Мы оценим результаты скрининговых исследований. Это данные. Ватсап Астана радиус 8700-101-4000. Вы можете набрать и непосредственно задать все интересующие вопросы нашему гостю Жукову Юрию Владимировичу. Смотрите, у нас этот скрининг могут посетить все или определенная возрастная категория? Да, это определенная возрастная категория в участковых поликлиниках. В общем-то, имеются списки женщин, которые подлежат скринингам. Им высылается приглашение. Участковые терапевты, патронажные сестры, они, в общем-то, стараются, чтобы женщина скрининг посетила. За этим, в общем-то, определенный контроль проходит. Смотрите, ну, есть, наверное, женщины, которые этому возрастному цензу не подлежат. Допустим, 36 лет, насколько я знаю, да, скрининг делает женщина 38 или 40 лет, например, хочет проверить себя. Или есть, может быть, какие-то симптомы, вы, может быть, их опишите. Если женщина находит у себя эти симптомы, то желательно провериться. Какие? Ну, для начала надо сказать, что если женщина считает, что у нее что-то не в порядке с молочными железами, надо обратиться к специалисту. Мы осмотрим и примем решение, необходимо ли ей внеплановое рентгенобследование молочных желез, либо какое-то, или еще другое. Ну, основной симптом рака молочной железы – это наличие опухоли. Вот если женщина прощупала себя в груди... Но это еще не обязательно злокачественные опухоли, да? Нет, нет, далеко не всегда. Просто если что-то, по мнению женщины, в ее груди происходит не то, есть какие-то изменения... Ну, то есть, первое – это пальпирование, да, если чувствуют под пальцами. Еще какие могут быть симптомы? Нет, понимаете, диагностика опухолей молочной железы и вообще заболевания молочной железы, она не так уж сложная. В основном достаточно рук и глаза. Только если мы находим какие-то изменения, могут быть примены более, значит, информативные, более инвазивные, может быть, методы исследования. Ну, вначале это пальпация и осмотр. Скажите, насколько велика цифра на данный момент, состоящих у вас на учете со злокачественной онкологией? Ну, значит, в нашем детспансере по раку молочной железы стоит более 4 тысяч человек. Это те, у кого выявлено злокачественные опухоли? Да, у которых выявлено, которые проходят лечение. Ну, ежегодно мы выявляем более 400 случаев по нашему городу рака молочной железы. А, то есть 400 человек – это те, у кого конкретно злокачественная опухоль. Скажите, сколько у нас смертных случаев, например, за определенный вот истекший период? Ну, я такой цифры вам сказать не могу. Есть, ну, статистика пятилетней выживаемости. Ну, так вот, пятилетний выживаемость в настоящее время у нас, в общем-то, повышается. Из выше 60% женщин, у которых достигает, ну, диагностируется рак молочной железы, этот рубеж переживает. Остальные живут, соответственно, больше, ну, и некоторые, к сожалению, меньше. Скажите, из числа обратившихся, чаще всего на какой стадии обращаются заболевания? Потому что считается, что чем ниже стадия, тем выше степень выживаемости. Да, конечно, такая зависимость прямая имеется. В настоящее время, благодаря программе скринингового исследования, мы с выше 80% рака молочной железы диагностируем первую и вторую стадии. Что, разумеется, отражается на результатах лечения. Скажите, первая, вторая стадия никаких болей женщина может не испытывать и ничего пальцами не ощущать, да? Дело в том, что рак молочной железы, он, в общем-то, боли не вызывает. Нет. Боли возникают тогда, когда идёт метастазирование опухоли, или когда опухоль прорастает в молочной железу, распадается, кровоточит. Только тогда болевые симптомы возникают. То есть говорят, что когда болевые симптомы возникают, то это уже, как правило, четвёртая стадия, когда уже шансов выжить меньше, да, у человека? Ну, боли возникают не в самой молочной железе, а в органах, которые поражаются метастазами. Разумеется, при четвёртой стадии у нас имеются большие сложности в лечении, но и даже тогда не всё потеряно. А что заставило женщин, вот, которые не испытывали боли, у которых, благодаря тому, что на первой, второй стадии вы обнаружили, да, опухоль, благодаря этому, собственно говоря, они и выжили, что заставило их обратиться? Тогда что может насторожить, если боли и нет, как правило? Ну, я уже говорил, что если женщина в молочной железе у себя что-то пропальпировала, прощупала, это повод обратиться к специалисту. То есть первая, вторая стадии, это можно прощупать? То есть, ну... Очень часто да, очень часто да. И специалист, он может пропальпировать опухоли, ну, до одного сантиметра. Юрий Владимирович, а вот скажите, что касательно метастаза? Как правило, для многих слово метастаза, ну, мы не врачи, да, скажем, мы более дилетанты, в этой области. Ну, когда мы слышим о метастазах, у нас ощущение, что, ну, дела плохие, шансы невелики. Я бы сказал так, положение серьезное, но не безнадежное. Даже при наличии метастазов, даже отдаленных метастазов, например, в легкие, в кости, в печень, ситуация такова, что женщине помочь можно. Сейчас имеется очень большое количество эффективных медикаментов, химия препаратов, так называемых таргентных препаратов. И даже при запущенных стадиях, при прогрессивании процесса, при появлении далеких метастазов, достигаются, в общем-то, неплохие результаты лечения. То есть четвертая стадия, даже если женщина обращается в четвертой стадии, мы в помощи не отказываем. Результаты, в общем-то, иногда бывают очень даже неплохие. А неплохие в том плане, что, правильно я вас понимаю, если человек обратился на четвертой стадии с метастазами, то у него есть шансы на выживание. Насколько они, примерно, какая статистика? Я бы так сказал, Алина. Мы будем помогать этому человеку, этой женщине, всеми возможными способами. Конечно, речь, к сожалению, о полном лечении не идет, но о продлении жизни на максимально возможный срок, это, конечно. И сколько проживет такая женщина, ну, честно говоря, никто не знает. Скажите, вот что касается доброкачественных опухолей. Например, вот у меня мама 37 лет живет, и показаний к удалению у нее нет. То есть не факт же, да, что если у человека есть доброкачественная опухоль, то вот если ее не убрать, обязательно она даст какой-то рост? Нет, нет, конечно, далеко не всегда. Но если имеется опухоль, и женщина по каким-то причинам отказывается от оперативного лечения, ну, надо сказать, опухоль и молочная железа доброкачественная, мы расцениваем как предопухольный процесс и предлагаем операцию. Но по различным причинам некоторые отказываются. В таком случае надо внимательно наблюдать за состоянием своих молочных желез. Если имеется тенденция к росту опухоли, какие-то изменения на коже, надо... А что, есть изменения на коже? Это как-то связано, например? Ну, в диагностике рака молочной железы существуют так называемые кожные симптомы. То есть изменения кожи, морщинистой кожи. Кожа может приобретать вид, допустим, лимонной корочки, может быть, какое-то уплощение, какое-то покраснение. На самой груди или на лице? На самой груди. Это надо, в общем-то, учитывать. То есть выбор у человека такой. Либо убрать раз навсегда и потом постоянно не наблюдаться, либо если человек не хочет делать операцию, то нужно... А наблюдаться как часто должен человек? Ну, надо ежегодно проходить медицинский... Раз в год минимум. Раз в год обязательно. Женщина должна проходить гинеколога, проходить плюрографию и, конечно, осмотр молочных желез. А насколько точная у нас в центрах диагностика? Почему у нас люди, например, получают диагноз, результаты анализов и потом едут еще куда-то за рубеж, еще там перепроверяют эти результаты? Ну, есть такая поговорка. Нет пророка в своем отечестве. И люди думают, что где-то там, например, в Корее, в Израиле, в Германии специалисты лучше, оборудование лучше. Ну, это право каждого человека. Если нас спрашивают, стоит ли ехать за границей на лечение, стоит ли перепроверять, мы отвечаем так, что в вашем случае, и так, как правило, всегда и бывает, все, что вам нужно для лечения диагностики, есть в нашей стране, и в частности в нашем городе. Получается, протокол лечения один? Протокол лечения один. Лечение онкологических заболеваний проходит по так называемым стандартам диагностики и лечения, которые, в общем-то, одинаковы во всем мире. Я вам хочу отдельное спасибо сказать не только как ведущая, как журналист, я могу вам сказать, как близкий человек, благодаря вам, мой дядя абсолютно без желудка, лишившись желудка, чувствовал вкус еды и продлили жизнь ему на целых три года. Поэтому я безумно восхищаюсь, низкий мой поклон таким врачам. Хочу поблагодарить таких людей, которые в медицину пришли именно всем сердцем, всей душой. Нашей аудитории от всего сердца я желаю здоровья, душевного, физического. И, наверное, тот, кто бывал не раз в онкологическом центре, тот, наверное, поистине ценит каждую минуту своей жизни, каждую секунду. И, наверное, какие-то мелкие неурядицы таким людям, конечно, не испортят настроение. Всем желаю любви и здоровья. Это был проект «Медицин для всех». Берегите себя. Большое спасибо. Большое спасибо.